В Новошахтинске открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Принять участие в торжественном мероприятии приехали глава администрации города Новошахтинска Сергей Алексеевич Бондаренко и гости. Началось открытие с выноса флага России. Символ страны доверили первой знамённой группе школьного знамённого отряда средней школы номер 4, а красивые и подтянутые юнормейцы с гордостью стояли, когда звучал гимн Российской Федерации. Движение юнормейцев активно набирает обороты в нашем городе. Уже в 14 школах организованы отряды, в которых 406 юных патриотов. Но есть среди них наиболее отличившиеся. Кирилл Кириченко. Ему Сергей Алексеевич лично вручил знак «Юнормейская доблесть третьей степени». После приятного момента Сергей Алексеевич вместе с военным комиссаром Новошахтинска и Родионово-Несветайского района Аркадием Цветковым перерезали красную ленточку. Галина Анатольевна Хмедеева, руководитель Центра развития детей и юношества, провела экскурсию по центру. С момента открытия здесь сразу началась работа. Полностью готовы и оборудованы три класса. Уроки патриотического воспитания прошли среди школьников младшего звена. Ребята постарше практиковались в стрельбе, также осваивали навыки сборки и разборки оружия. Как оказать первую медицинскую помощь человеку знают далеко не все. В центре «Авангард» этому обучают. Для патриотического центра разработана программа военно-патриотического воспитания по шести модулям. Все это важно не только для города, но и для нашей страны, потому что это решение президента нашего Владимира Владимировича Путина, которое мы сегодня исполняем, и губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. И сегодня шесть клубов, шесть вот таких больших, серьезных организаций, которые открываются в городах свыше 100 тысяч населения. Шесть проектов, которые участвуют в Ростовской области. И, наверное, нам очень приятно, особенно людям, которые пожили в этой жизни и прошли вот эти все пути. Когда-то у нас у всех была начальная военная подготовка, и мы возвращаемся к хорошо забытому старому, который действительно приносит свои плоды, будет приносить свои плоды. И самое главное, что будет очень крепко, очень здорово, очень мощно обучать наше подрастающее поколение патриотизму. И, собственно, патриотизм – это не только слово, это еще и дело. Вот, собственно, они будут этому учиться во всех этих классах и обучаться начальной военной подготовке. Всеми видами, которые сегодня размещены на территории вот этого большого, серьезного центра. Открытие этого центра для нашего города – это очень важно. Хорошо, что именно в данный момент этот центр появился, который будет воспитывать наших маленьких детей, начиная с первого класса. Люди будут, дети будут воспитываться, становиться настоящими патриотами нашей страны. В течение года планируется обучать 110-ти классников. Они освоят навыки военной службы, пройдут подготовку по физическому развитию. Также на базе центра будут проходить учебные сборы.